В Беларуси в третий раз за год снижается ставка рефинансирования с 11% до 10,5 годовых. Это позволит облегчить кредитную нагрузку на предприятия и население. Забота о людях подкрепляется эффективностью в экономике. После выхода в марте показателя инфляции на однозначный уровень, тенденция замедления роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023. Уникальные антибактериальные и противоопухолевые препараты будут выпускать в Белгус-Университете. Такие лекарства используются как локальная химиотерапия. Новинки уже прошли доклинические испытания. Их производство – не только шаг независимости от импортных поставок, но и эффективная помощь пациентам, чьи жизнь и здоровье зависят от качественного лечения. Жировки белорусов не будут тяжелеть. Новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи при условии нормативного потребления услуг в течение года увеличатся в пределах 5 долларов в эквиваленте. Населению страны по-прежнему будет оказываться господдержкой, предоставляться безналичные субсидии, если сумма выплат за ЖКХ превышает 20% среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности. В Беларуси в 2023 на программу семейный капитал выделено 430 миллионов рублей. Сегодня его размер составляет 29 тысяч 950 рублей. В стране около 122 тысяч многодетных. На первого ребенка государство уплачивает суммарно 15 тысяч рублей. При рождении второго – на порядок больше. Таким образом обеспечены более 400 тысяч детей. Это каждый четвертый малыш в республике. В Беларуси на понедельник объявлен желтый уровень опасности. На большей части страны прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются сильные осадки, в том числе снег. Порывы ветра до 18 метров в секунду. На отдельных участках дорог гололедятся. Температура воздуха днем от минус одного до плюс семи. ГАИ призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных маневров.